Если у вас во рту все еще и зубы, то не переключайте этот ролик и досмотрите его до конца, он будет вам очень полезен. Всем привет! Меня зовут Артур, и я стоматолог из Саратова. И совсем недавно я поступил в один из самых лучших университетов страны, в Бостон-Юниверсити, на программу доучивания для стоматологов из-за рубежа. Поэтому уже через два года я стану действующим, практикующим стоматологом, и вы сможете стать частью этого. Впервые за всю историю русскоговорящего ютуба у вас появилась возможность инвестировать стоматологическую лицензию в США. Никто и никогда еще такого не сделал и вряд ли сделает. Не упустите эту возможность, она может быть дана всего лишь раз в жизни. Я долго думал, как сделать так, чтобы было выгодно и вам, и нам. И я придумал. Я предложу всем желающим инвестировать 1250 долларов в мою стоматологическую лицензию и получить 50% скидку на все стоматологические услуги, на всю жизнь, на всех членов семьи. Это беспрецедентная акция, ребята, потому что мне всего лишь 30 лет, и работать мне еще как минимум лет 40. Поэтому каждый желающий и каждый нуждающийся сможет попасть ко мне на прием и не один раз. Учеба в Бостонском университете стоит космические 120 тысяч долларов в год. Так как учиться два года, мне предстоит собрать 240 тысяч. И эта сумма не включает проживание в одном из самых дорогих городов Америки. Поэтому я планирую собрать 300 человек, которые готовы будут пожертвовать 1250 долларов и покрыть этим самым расходы на учебу и на жизнь в одном из самых дорогих городов Америки. Почему я решил, что сумма 1250 долларов адекватна? Ну, потому что я хочу приравнять скидку в 50% к 1000 долларов. А для того, чтобы привлечь 1000 долларов чистыми, мне придется заплатить около 20% налогов. Отсюда и такая сумма. Обсудим целеполагание. Для чего мне это? Я, как и любой студент в США, имею право взять кредит у банка. Но проблема состоит в том, что мне придется отдать 3 цены этого кредита обратно банку. И отдать придется деньгами. Что самое противное в этой всей истории в том, что очень много врачей в США закредитованных по уши. И поэтому они работают не в удовольствие, они работают не по клятве Гиппократа. Они работают просто для того, чтобы платить этот долг. Они вынуждены ходить на работу, потому что, ну, вы понимаете, что такое кредит. Я не хочу всего этого. Я не хочу зависеть от банка. Я не хочу идти на работу только потому, что мне нужно платить кредит. Чтобы этого не произошло, я лучше буду должен 300 прекрасным семьям в США, которые захотят инвестировать в мой лайсенс. Я буду знать, что есть прекрасные люди, которые в свое время помогли мне. И теперь я буду всю жизнь делать им с 50% скидкой, качественно и не торопясь. Я буду делать зубы, и я буду доволен с собой, своей работой, и я буду отвечать за качество, и люди будут экономить деньги, и тоже будут счастливы. Поэтому это win-win ситуация. Теперь обсудим, зачем это, собственно говоря, вам. Мне мы разобрались, для чего это нужно вам. Все вы в курсе о проблеме цен на стоматологические услуги в США. Стоматология, наряду с офтальмологией, единственные две профессии медицинские в Америке, которые не покрываются обычной медицинской страховкой. Я опросил всех своих знакомых, кто живет не в Нью-Йорке, и оказалось, что ни у кого, если им не предоставляет от работы страховка стоматологическая, то они сами ее не покупают. Вот такая вот дилемма. В Америке действительно половина населения США не имеет страховки на стоматологические услуги, что, в свою очередь, приводит к таким проблемам, как шок от того, что кэшем сколько стоят услуги в офисе у стоматолога. Я объясню вам очень просто. Я недавно зашел на сайт, вы можете повторить это за мной. Просто напишите «Dental Insurance» и ваш город, и вы увидите, что такое «Dental Insurance» в Америке. Средняя стоматологическая страховка работает так. Вы платите 200 от 100 до 200 долларов в месяц за абонентскую плату. То есть просто, чтобы у вас это палосе было. 100-200 долларов, в зависимости от компании. На этой страховке будет от 1000 до 2000 долларов «Deductible». Кто не знает, что такое «Deductible», это сумма в год, которую сначала тратите вы, а только потом включается страховка. То есть пока вы не потратите 2000 долларов в год, страховка не включится. И после того, как вы потратили 2000 долларов в год, страховка покрывает только 50% от цены стоматологической услуги. То есть получается, ребята, это не страховка. Получается это дисконт. Дисконт в 50%, который я вам предлагаю за 1000 долларов. Страховые вам предлагают за 200 долларов в месяц. По жизни вы будете платить 200 долларов в месяц. И плюс «Deductible» от 1000 до 2000 долларов. Все, что я предлагаю, это, по сути говоря, пожизненная страховка на всю семью и детям. У кого-то здесь родители, у кого-то здесь жены. На всю семью, ребята. На всю фамилию, если так можно сказать. Страховка на каждого отдельная, если вы будете покупать страховку. И она у конкретных докторов. Этот принимает, этот не принимает. Вы потом еще замучаетесь искать доктора, который принимает именно вашу страховку. Вот с кем я не разговаривал, своих пацанов, знакомых, они все в теме. Потому что у каждого есть какая-то проблема во рту. И эта проблема стоит гораздо дороже, чем 1000 долларов. Поэтому они ждут, пока я отучусь, чтобы быстрее прийти ко мне. Дальше, ребята. В вашем рту 32 ваших врага. У кого 32, у кого уже меньше. Но этот враг в вашем рту рано или поздно начнет давать о себе знать. Да, мы все умные. Все, кто приехал в Америку, все вылечили зубы на родине. Кто здесь год, кто здесь пять. Я уже почти девять. И я вам скажу так. Рано или поздно даже самые хорошо вылеченные зубы начнут болеть. Через 5, через 10 лет. А жизнь долгая. Через 30 лет вы все еще будете ходить с зубами. Вы все еще будете хотеть сживать пищу и красиво улыбаться. Поэтому эта скидка, которую я предлагаю, она пожизненная. И заплатив сейчас 1000... Через 30 лет вы даже не вспомните про эту 1000. Но скидка в кармане будет по тем уже новым ценам все еще работать. А также вы получите просто своего стоматолога в Америке, которому придя в офис, я вам буду благодарен за то, что вы вписались в эту всю тему. Я буду понимать, что отчасти я вам обязан. Поэтому буду предлагать максимальные усилия для того, чтобы сделать ваш случай качественно и с минимальными затратами для вас в первую очередь. Мне не придется завышать вам цены, мне не придется придумывать что-то, чего нету в вашем рту, чтобы зачарить вас больше денег. Я буду понимать, что вы свой, а со своими так не обращаются. Теперь поговорим о ваших возможных переживаниях. Вы можете переживать за то, как это будет оформлено и заверено. Ведь, по сути, это же просто слова. Тут я готов вас обрадовать. Буквально завтра я получаю контракт, готовый от своего адвоката. Полностью юридически выверенный контракт, где будет моя подпись, ваша подпись, сумма инвестиций, все условия. Поэтому все будет официально, все будет легально и никакого мошенничества. Вы можете переживать о том, закончу я университет или нет. Я вас уверяю, вы можете не переживать, потому что в Америке система образования, она кардинально отличается от нашей. Здесь, если ты поступил, то ты выпускаешься с огромным, там, 99% студентов выпускаются. Единственный момент, по которому люди недоучиваются в университете, это потому, что не находят деньги для того, чтобы платить. В моем случае такой проблемы не будет, потому что или я соберу с инвесторов эти деньги, или я возьму в кредит. То есть деньги не проблема. Но по академической неуспеваемости в Америке практически не отчисляют. Здесь весь отсев происходит на стадии поступления. То есть здесь тяжело поступить, поступают лучшие, но заканчивают все. У нас в странах берут всех подряд и заканчивают лучшие. Вот такая вот схема. Если ты поступил, то ты уже отучишься до конца. Об этом можно не переживать. Вы можете переживать и сказать, ага, Артур, ты сейчас скажешь 50% скидка, а потом поднимешь цены в два раза и будешь получать то же самое. Я вас уверяю, это делать запрещено. Когда я готовился к тестам и сдавал тесты для того, чтобы подтвердить свой диплом, там было куча вопросов по этому поводу. И оказалось, что по американским законам, американский стоматолог не имеет права называть одному пациенту одну цену, а другому пациенту другую цену. То же самое представьте себе, вы заходите в пиццерию, написано пицца, слайс 5 долларов, целая пицца 20 долларов, одному 20 долларов, а другой заходит со скидкой 50%, ему говорят 40 долларов. Вот это в стоматологии делать запрещено, с законом. И если вы это где-то заметите, то вы можете засудить такого стоматолога. Поэтому это тоже не проблема. Вы можете переживать за то, что у меня не будет опыта, но я вас готов огорчить. Ни один стоматолог не родился уже опытный. Ваш стоматолог, которому вы ходите на протяжении последнего времени, тоже когда-то с чего-то начинал. Тоже заканчивал университет и тоже начинал без опыта. Но знаете, что я вам хочу сказать? Американские университеты, это не наши университеты, где за 5 лет учебы я не притронулся ни к одному пациенту. У нас там была одна теория. Мы все учили, лекции, доклады, рефераты учили, сдавали экзамены устные. Практики не было. В Америке я поступил на 2-летнюю программу, на которой ни одного теоретического предмета за 2 года не будет. Никакой биологии, ни химии, ничего такого. Мы будем 2 года заниматься чисто практикой. Первый год мы будем заниматься практикой в лаборатории. Нас будут учить на пластиковых зубах и фантомах, на аппаратуре. Кстати, Босновский университет один из самых технологически развитых университетов в США. И нас будут учить по технологиям, которых еще нету в масс-маркете. То есть нас будут учить тому, чего потенциально еще в среднем стоматологи в Америке делать не умеют. А во второй год мы будем чисто принимать 3 пациента в день на протяжении всего года. И в момент, когда я выпущусь из университета, меня уже нельзя будет назвать стоматологом без опыта. Я приму сотни пациентов. Я буду уметь обращаться с самой новой аппаратурой. Да, я буду молодой стоматолог, но я не буду стоматолог без опыта. И самое, что главное, что пройдет 10, 15, 20 лет, и я стану тем самым опытным стоматологом, к которому вы сейчас ходите. А ваши опытные стоматологи уйдут на пенсию. И вот тогда те, кто уж совсем боится ходить к молодым стоматологам, сможет назвать меня опытным и прийти ко мне со скидочкой в кармане в 50%. Какие же есть минусы во всей этой сладкой истории, где якобы никаких минусов нет? Нет, ребята, в каждой бочке меда есть ложка дегтя, и ложка это расстояние. Я не знаю, где я буду жить. Я не знаю, где я буду работать. Я живу в Нью-Йорке, поступил учиться в Бостон. И вы знаете, я не хочу брать на себя ответственность и кидать якорь где бы то ни было. Я не хочу обещать вам, что я буду жить в Нью-Йорке, или я буду жить в Бостоне, или я буду жить в Чикаго, или в Майами. Неважно. Я не знаю, где я буду жить. Но самое, что главное, что я буду точно в Америке. Где бы я ни жил, самолеты летают в каждую деревню США. И я понимаю, что из-за какой-то мелочи вы не полетите, если вы живете там в Калифорнии, вы не полетите в Бостон, если я буду жить там. Но поверьте, если у вас что-то серьезное случится, если у вас выпадет зуб, и вам нужно будет поставить имплант, как я это сделал, имплант стоит со всеми делами от начала до конца около 4-5 тысяч долларов. И вот из-за крупной вещи прилететь, я считаю, что смысл будет. Понятно, что вы не будете ко мне приходить, пломбу поставить какую-то за 200 долларов, потому что вам дороже будет лететь. Но я точно предполагаю, что я буду жить в районе Нью-Йорка, где-то, ну, вокруг. Норс-Ист все-таки мой дом. Я думаю, что я буду либо в Нью-Джерси, либо в Килодельфии, либо в Нью-Йорке, либо в Бостоне. Ну, где-то здесь, в самом населенном, густонаселенном месте США. Поэтому даже если что, то многие из вас смогут прыгнуть в машину и приехать ко мне несколько часов. Кто не сможет, будет прилетать. Опять же, вы никогда не знаете, что может случиться. Вы никогда не знаете, сколько зубов и когда вы потеряете. Восстановление одного зуба 5 тысяч долларов – это нормальная цена. На сегодняшний день, пройдет 10 лет, это будет 10 тысяч долларов. А через 20 лет это будет 20 тысяч долларов. Понимаете, деньги обесцениваются. Сегодня тысячи долларов – это не тысячи долларов через 10 лет. Это единственный минус. Вам придется приехать, где бы я ни работал. Я всегда буду вас держать в курсе, где я буду работать, где я буду открывать офис. Вы всегда будете знать адрес, где я нахожусь на данный момент и где я принимаю. Но, конечно, я не могу разорваться и я не могу приехать в ваш город, чтобы принять вас лично. Вам придется приехать. И это единственный минус вот в этой всей задумке. Ребята, теперь поговорим о серьезном. Эта акция очень временная и срочная, потому что деньги мне нужны сейчас. Деньги мне не будут нужны, когда я буду уже к концу моей учебы, когда я уже совсем разберусь, а я уверен, что я разберусь. Вы меня знаете, я 5 лет на ютубе. Я никогда в жизни ни у кого не просил денег. Ни взаймы, ни донаты. И сейчас я не прошу донаты. Я мог бы выйти на ютуб и сказать, эй, ребята, пожертвуйте мне денег. Я так не делаю, потому что я понимаю, что в этом мире просто так. Ничего не дается и не должно даваться. В этом мире каждая копейка должна быть заработана честным трудом с респектом к окружающим. Поэтому я вышел в ютуб и сказал, эй, ребята, у меня есть тема, давайте сделаем ее вместе. Давайте сделаем так, чтобы было выгодно и полезно и мне, и вам. Я отучусь без кредита. Мне не придется драть три шкуры с пациентов, чтобы закрывать его. Вы получите своего стоматолога с 50% скидкой на всю жизнь в Америке, на всю вашу семью. И вот эта выгода, она и позволит нам провернуть все это как положено. Вы знаете, я недавно посмотрел, у меня активных зрителей из США 7,5 тысяч человек. То есть 7,5 тысяч человек в среднем. Каждый ролик из Америки мой смотрит. Полторы тысячи из Нью-Йорка отметаем, потому что у них есть страховка городская. Ну вот оставшиеся 6 тысяч человек. Из 6 тысяч человек, которые каждый день меня смотрят из Америки, каждый мой ролик смотрит из Америки, мне нужно всего 300. Вы понимаете, мне нужно всего 300. При этом, что я уверен, что у всех из этих 6 тысяч нет страховки. Я не смогу принять всех, но я приму первых 300, потому что мне деньги нужны сейчас. Мне деньги нужны заранее. Мне нужно будет платить за первый семестр уже через несколько месяцев. А семестр стоит 60 тысяч долларов. И я уже молчу про переезд, про аренду квартиры, которые там стоят по 2,5 тысячи долларов одна, бедрунные. Про детский сад, который нам нужно будет оплачивать, чтобы жена смогла выйти на работу. И все такое. На все это нужны деньги. Поэтому акция временная и срочная. Это цены, которые я объявил, они на 2024 год. В 2024 году осталось всего 2 месяца. Поэтому, пожалуйста, кто заинтересован, успейте. Потому что в 2025 году я удвою эти цены. И цена станет 2,5 тысячи. В 2026 году я удвою еще раз эти цены. Потому что чем ближе мы будем подбираться к концу моей учебы, тем меньше я буду нуждаться в деньгах. Поймите, цель моя не просто взять деньги ваши, чтобы на них жить. И не взять их столько, не собрать их там 2 миллиона долларов. Мне это не надо. Потому что я не хочу брать лишние деньги, чтобы не получить лишних обязательств. Понимаете, о чем я говорю? Мне вот нужно там 300 тысяч долларов. И я соберу ровно эту сумму. Поэтому я буду удваивать эту цену каждый год. А условия будут оставаться те же. Поэтому для вас, в вашем случае, если вам просто это интересно и вы задумались, значит вам оно нужно. Поэтому не теряйте времени и свяжитесь со мной. Я создал анкету в интернете. Она будет прикреплена под каждым следующим роликом. Выглядит она следующим образом. Просто обычно заполняете электронную почту. Заполняете имя на английском. Пишите, откуда вы из Америки. Полный номер телефона, ребята, пожалуйста, указывайте с плюс 1. Вот тарифы, которые я создал. Рассказываю более подробно. 350 долларов, скидка 15%, 700 долларов, скидка 30%, 1250 долларов, скидка 50%. Но мой вам совет, не обращайте внимания на все остальное. Вас интересует тариф профессор. Ну это и тот продукт, который я для вас подготовил. Все остальное это баловство. 15% скидка за 350 долларов, я думаю, вам не нужна. Вам нужна 1250 долларов и 50%. Это максимально, что я предлагаю. 2500 долларов это та же скидка в 50%. Просто я удвою ваши деньги в момент, когда вы придете ко мне на лечение. То есть сначала я вам сделаю на 5000 долларов работы бесплатно. И потом вы получите 50% скидку. И также тариф ректор за 5000 долларов. Я удвою ваши деньги. И потом вы получите скидку в 50%. Это для тех, у кого денег очень много. И это для тех, кто хочет вернуть их с X2. Для тех, кто X2 вернуть не хочет, но это тоже очень выгодное предложение. 1250 долларов за 50% скидку пожизненной. Вы можете просто выбирать тариф профессор. Короче говоря, ребят, все абсолютно прозрачно. По специальным контрактам. После того, как вы мне напишите, когда вы заполните эту анкету, мне придет уведомление, я отправлю вам контракт на подпись. Отправлю вам, как мне переводить деньги. Я вас искренне прошу, кто умеет пользоваться криптой, отправлять деньги криптой. Потому что я не хочу попадать на вот эти огромные налоги. Но если вы не умеете пользоваться, самый простой путь отправить мне деньги через Зелла. Просто банковским переводом с телефона на телефон. Я вам дам реквизиты, куда отправлять. Также вы можете включить пожертвования в Ютубе. Но это займет 36 месяцев, ребят, чтобы эту сумму... Короче говоря, ладно, мы с вами проведем прямой эфир, и вы там сможете задать все свои вопросы, которые есть. Я приму любые способы оплаты, удобные и мне, и вам. Но для этого вы должны заполнить анкету. Все, ребят, я сказал все, что хотел. Теперь обращение к хейтерам, ребята. За мои 5 лет на Ютубе я заблокировал около, ну, наверное, 200-300 человек, которые писали гадости в комментариях. Я понимаю, что хейтеры — это одни из самых активных зрителей на канале. Но многих заблокировал просто из-за того, что они не могут нормально разговаривать. Они не могут подбирать слова так, чтобы не обижать людей, которые попадают ко мне в кадр, и просто нормально разговаривать. Многие из них, наверное, захотят воспользоваться моим предложением. И я не хочу, чтобы наше с вами недоразумение, то, что вы попали в черный список на моем Ютубе, стало препятствием для нашего дальнейшего сотрудничества. Мы все повзрослели за это время на 5 лет. И я, и мои хейтеры, и мои любимые подписчики — все. И я изменился, и вы изменились. Поэтому с сегодняшнего дня я разблокирую на своем канале все Ютуб-аккаунты, которые попали в бан на протяжении последних 5 лет. Я обещаю, что я это сделаю, но при этом я обещаю сделать и следующее. Если вы так и не повзрослели и не сможете дальше нормально общаться и с уважением ко мне, к тем, кто попадает ко мне в кадр и к другим пользователям, то вот в этот момент вы уже попадете в бан навсегда. Я для чего это делаю? Для того, чтобы, если вы захотите воспользоваться моим предложением инвестиционным, но вам, например, стыдно, что вот вы в черном списке, вы когда-то что-то написали, я вас всех прощаю, ребят. Я ни на кого не держу никогда зла, но я хочу просто на будущее, чтобы такого больше не повторялось. Поэтому, если вы хотите, и вы в черном списке, я вас разблокирую, вы теперь сможете писать комментарии, вы теперь сможете участвовать в этой всей программе. Может, даже когда-то попадете ко мне на прием, и мой хейтер и ваш ненавистный блогер будут работать вместе на вашу улыбку. Все, ребят, поделитесь с друзьями, поделитесь с семьей, поделитесь с теми, кто в Америке живет без страховки. Спросите у своих родственников и друзей, есть ли у них страховка, если нет, то скиньте это видео, потому что я вам гарантирую, такого еще никто не делал, и никогда больше такого не произойдет. Поэтому будет у вас эта скидка в кармане через 20 лет или нет, решать только вам, и решать нужно уже сейчас. Всех обнял, ребята, до скорого. Ссылка в описании.